Здравствуйте! В эфире программа «Сарапл-Вести» и самые последние новости из жизни города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я с удовольствием всех вас от имени администрации поздравляю с замечательным праздником. Я знаю, что вы самые смелые, самые сильные, самые умные. Вас не удовлетворяет то, что сейчас есть на самом деле в нашей стране. Вы хотите лучших перемен. Это действительно свойственно каждому молодому поколению. И когда старшее поколение говорит о том, что вот мы свои годы, да ничего подобного, наша молодежь с каждым годом становится лучше и лучше. Она умнее, она сильнее и она хочет хороших, позитивных перемен. Среди награжденных были студенты учебных заведений, молодые сотрудники предприятий и организаций «Сарапула» и лучшие педагоги города, курирующие работу с молодежью. Владимира Владимировна, преподаватель Сараповского методического колледжа. Начались замечательные события в наших образовательных учреждениях. Закончились учебные учебные годы, вручаются дипломы. И очень приятно действительно поздравлять вам наших красивых молодых специалистов. Вообще, молодежь Сарапова – это замечательные школьники старших классов, которые участвуют в разных научно-фактических конференциях. Александр Конюхов и Анна Бехтерева – яркие представители творческой молодежи завода «Эликонт». Участвуют в самодеятельности, в спортивных мероприятиях, развивают туристическое направление. Да, замечательные впечатления. Очень теплая компания сегодня здесь собралась. Очень много приятных слов было сказано. Хочется, чтобы всю молодежь, которая активно участвует в жизни города, так поздравляли. То есть не оставляли ее в стороне. Да, нам действительно очень приятно, что нас сюда пригласили. Был замечательный концерт даже для нас. В общем, мы счастливы. Игорь Илинбаев и Фофанова Анастасия всегда первые в реализации добровольческих и волонтерских проектов Совета работающей молодежи города. Активно участвуют в общественной жизни Сарапольского электрогенераторного завода. Вообще очень приятно, особенно за это получать благодарность. И я призываю всю молодежь делать добро не за что-то, а просто так. Потому что это наше будущее, будущее России. Классно. Масса ярких, позитивных вот этих эмоций. Столько подарили нам поздравлений, столько пожелали. Очень приятно, очень классно. Хочется стремиться и стараться. В этом году Максим Климов, солист театра жестового пения «Радуга» из Сарапольского колледжа для инвалидов, стал героем федеральной прессы, как лауреат второй степени 13-го международного конкурса «КИТ» в номинации «Оригинальный жанр. Жестовая песня». Сегодня его награждали как лучшего представителя молодежи города. Хочу поздравить всех с днем молодежи. Активистам многочисленных студенческих проектов, а также мероприятий ДК «Электрон» Мирозлякова Даниила также можно встретить на многих знаковых мероприятиях Сарапола. Хочу поздравить молодежь Сарапола с праздником, пожелать всего доброго, удачи, здоровья и, конечно же, успехов в будущем. Лучших представителей молодежи поздравили с праздником начальник управления культурой и молодежной политики Игорь Манылов, исполняющий обязанности начальника отдела по делам молодежи Юлия Клюева и директор молодежного центра Илья Чуверов. С 23 по 29 июня Сарапол принимал в гостях лучших рыболов страны. О том, как это было, в нашем следующем сюжете. Удмуртия и Сарапол в центре рыболовного спорта страны и мира. Впервые в нашей республике в акватории реки Кама прошел этап крупнейшего рыболовного турнира «Проанглис Лига-2017». Многочисленные зрители в Сараполе и миллионы любителей активного отдыха со всего мира, следящие за прямой трансляцией с места событий, стали свидетелями острой тактической борьбы между соперниками, своими глазами увидели трофейных камских щук и судаков, разделили радость и счастье победы спортсменов. Уровень соревнований реально очень высокий, здесь новичков нету, здесь действительно люди, все первоклассные рыболовы. А что касается вообще вашего водоема, нам он очень понравился, водоем действительно очень интересный. Рыбы здесь просто немеряное количество, очень порадовал отсутствие сетей, потому что здесь браконьерство не развито. Боритесь за свой водоем и учитесь рыбачить. Рыба у вас есть очень крупная и поражает, почему очень мало спиннингистов на самом деле. На протяжении нескольких дней 30 экипажей делали все возможное, чтобы обеспечить себе хороший задел перед дальнейшей гонкой в борьбе за кубок турнира. И главный приз – звание «Лучшие рыболовы года-2017», которым достанется новейший катер «Финвал». В ходе тренировочных дней сарапал попеременно, то испытывал участников на прочность ветрами и ривнями, то дарил сказочную летнюю погоду. В итоге оставив на память огромную палитру впечатлений и эмоций. Турнир прошел, мы его победили, и наши спортсмены тоже победили. Преодолевали мы в этом году, ну, наверное, все – наводнения, шторм, бури, дожди, ураганы. В итоге битва была, ну, месяц, мы месяц, не понимали, что будет происходить в основные два дня тура. Ну, результат налицо – 25 килограммов. Ну, это победный вес. Роман Мирошниченко и Анатолий Патрушев из города Обнинск-Калужской области рыбалкой в Сарапуле остались довольны. Город Сарапуле нам очень понравился. Понравились те красоты, которые вокруг нас были все эти 20 дней. Ну, все прекрасно. Домой из Сарапула они также привезут немало увлекательных рыбацких историй. Вчера мы выступили достаточно удачно, но случилась неприятность. За два километра до финиша сломался мотор, поэтому результат не был зачтен. Сегодня нам оргкомитет любезно предоставил свою лодку. Считаю, что результат будет выше среднего, поэтому, в принципе, довольны. Пока рыбаки готовились к финальному взвешиванию, на берегу у Старой башни праздник был в самом разгаре. Выступали народные коллективы, гости фотографировались со всеми любимыми бабушками из Бураново. К началу торжественной церемонии закрытия над камой развернулась радуга – предвестник удачи и исполнения желаний. Из Ижевска поприветствовать гостей приехал исполняющий обязанности председателя правительства Удмуртской республики Виктор Савельев. Мы рады, что вы здесь собрались у нас, на нашей Удмуртской земле, в городе Сарапуле. Я думаю, вы оценили его прелести и достоинства не только города, но и, самое главное, нашей акватории. Акватория огромная, потенциал огромный, и вы это доказали. Потому что 25 925 за два дня ловли, причем это самые крупные образцы, самые интересные образцы, это хороший успех. Давайте еще раз поздравим победителей. От имени жителей Сарапула участников турнира поздравил первый заместитель главы администрации города Михаил Кудиров. Я надеюсь, что все красоты нашей Удмуртии вам понравились. И я бы хотел, чтобы вы приехали на территорию Удмуртской республики, наш славный город, на берега прекрасной реки Камы. Не только в качестве спортсменов, как сегодняшнего мероприятия, и это тоже приветствуется, но и в качестве отдыхающих, для того, чтобы вы ознакомились с красотами Удмуртской республики. Самый яркий момент соревнований – контрольное взвешивание улова. По итогам тяжелейшей борьбы, проходящей в сложнейших погодных условиях, победителями первого этапа турнира становятся лучшие рыболовы года 2013 Дмитрий Шабалин и Сергей Евтисов. Мы приветствуем победителей первого этапа турнира Пронглерс Лиг сезона 2017, который проходил у вас здесь, в городе Шараполт, на рите Кама. Вот они, они вернулись, эти монстры. Их общий результат по итогам двух туров составил 25 килограммов 925 граммов. Впереди у участников турнира новые победы и свершения, и новые локации. Но, как пообещали гости Сарапола, на Камские просторы они обязательно вернутся и покажут старинный купеческий город своим родным и близким. 21 июня Сарапол посетили с визитом специалисты Кабастрелка и архитектурного бюро Леук из Франции. В знакомстве с Сараполом гости начали с дачи Башенина. В сопровождении главы города Александра Ессена они прошлись по старинным залам особняка. Об истории архитектуры города именитому французскому архитектору и дизайнеру городского пространства Франсуа де Кастеру и его коллегам рассказала директор Музея истории и культуры Среднего Прикамья Сабина Криклина. Рабочие вопросы начали обсуждать за завтраком на дачной веранде. Помимо знаковых туристических объектов в планах визитов в Сарапол представителей и международных консультантов КБ Стрелка было также посетить Сарапольский электрогенераторный завод и предприятие Сарапол Молоко. Сегодня мы приехали в Сарапол вместе с представителем французского бюро Эляук, это Франсуа де Костер. И мы вместе с ним прогулялись по городу, посмотрели достаточно много разных интересных мест, посетили несколько производств, посмотрели достаточно много исторических зданий. Было очень интересно на самом деле. Теперь мы имеем достаточно хорошее представление о Сараполе, мы узнали очень много нового. В рамках реализации приоритетной национальной программы комплексное развитие моногородов КБ осуществляет разработку стандартов повышения качества городской среды. Французский гость отметил, что регулярный генеральный план города, разработанный более ста лет назад, имеет множество преимуществ. Решетчатая структура поспособствовала органичному развитию плана города. Также без внимания не остались архитектурные памятники. Мы увидели старые здания, которые в дальнейшем были реконструированы. Некоторые из них в музее, некоторые в больницу. Я думаю, что это интересная особенность, которая привлекает внимание к вашему городу. Франсуа де Костер отметил необходимость развития малого бизнеса в городе. В том числе в сфере обслуживания. А также подчеркнул важность пошагового развития общественных пространств. В том числе разработки стратегии развития общественных пространств на среднесрочную перспективу. Конструкторское бюро «Стрелка» – это бюро, которое сегодня очень много делает вообще в России по формированию городских пространств, в частности в Москве, в других больших городах. И надеемся, что тот опыт, которым мы поделились в Сарапуле, он где-то органично будет использован для их идей. И, соответственно, ждем каких-то интересных идей для развития города, для формирования городских пространств от них. Продолжит наш эфир рубрика «Шаги малого бизнеса». Долгое время жители Сарапула мечтали о красивом семейном кафе в центре города с большими окнами-витринами и видом на каму, где можно в приятной обстановке встретиться с друзьями, почитать книгу, выпить чашечку кофе или отметить семейный праздник. Несколько лет вдали от родного города о таком кафе мечтала и Анна Акапеева. Моя мечта была открыть небольшое кафе, чтобы можно было приходить с семьей, друзьями. Непринужденная обстановка, комфортная атмосфера. Как рассказывает начинающий предприниматель, готовить она любила с детства. Устраивала родителям семейные ужины, в путешествиях старалась запомнить состав понравившихся блюд. Я долго думала, где это будет, но вернувшись в Сарапула, я поняла, что это будет Сарапула. Я считаю, что городу именно необходимо место уюта, комфорта, вкусной еды, обстановки непринужденной. Интерьер и меню Анна разрабатывала вместе со своей мамой, многие годы также проработавшей в данной сфере. Старалась создать гостям атмосферу тепла и уюта. Также отношение к нашим гостям. Мне важно, чтобы они чувствовали себя как дома. Свободно, непринужденно, могли расслабиться. В планах расширение кафе и обустройство банкетного зала. Задача непростая, но также интересная для хозяйки. Знаете, трудности, они... Это даже как нетрудности, это что-то новое, неизвестное. Перед тобой ставится задача, тебя как десант. Выбрасывают на нее, ты решаешь следующее, и все вперед, вперед. Гости старания предпринимателей оценили по достоинству. У кафе появляются свои традиции и постоянные посетители. По четвергам здесь проводят вечера творчества, на которые собираются музыканты, литераторы, фотографы. На купеческие обеды приезжают туристы. У него полностью старинные блюда. Мы по рецептам поднимали все рецепты, все составы блюд, полностью. Все у нас идет именно по старым рецептам нашего края, нашего региона, нашего города. Как признается Анна, когда долго не бываешь в городе, перемены в его жизни ощущаются особенно ярко. Я заметила большие перемены, я заметила, как меняется наш город в лучшую сторону. Я встретила, познакомилась с очень многими заинтересованными людьми, которые именно живут этим. Им интересно, они переживают за наш город, они стараются его развивать, они стараются делать его лучше, интереснее. Мне безумно приятно, мне безумно интересно общаться с этими людьми. Я считаю, что мы с ними на одной волне. Очень много интересного. Посмотрите наши власти, что они для города делают. Одна набережная. Это такой подарок нашему городу. И она продолжает развиваться, я начинаю благоустройство. Все дома, старые дома в порядок приводит. Как специалист по гостинично-туристическому бизнесу, Анна Агапеева видит огромный потенциал старинного купеческого города Сарапова и верит, что совсем скоро он станет еще лучше и красивее. Наш город безумно красив, атмосферен, чист. И я считаю, что мы должны все, каждый житель, мы должны все стараться для этого. У нас есть все. У нас красивая, шикарная кама. У нас обалденная природа. Нас окружают просторы, поля. И мы находимся в таком месте, что мы должны просто быть счастливы и делать все для этого. Далее вас ждет прогноз погоды. Мы же прощаемся с вами до понедельника. Добрых вам дел и хороших вестей. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова